Ну что, привёз? Привёз. Парочку. Парочку. Вот они, красавцы. Окна, москитные сеточки и два окна. Отлично. Сегодня будем ставить, наверное, что делать. Не пропадать же добру. Наша коптильня протекает. Надо принять меры, устранить течь. Вот другое дело. Друзья, подробно на установке пластиковых окон в деревянную конструкцию я, наверное, останавливаться не буду в этот раз. Как минимум за это лето я дважды показывал установку пластикового окна. Сейчас просто сделаем это в форме небольшого ролика. Если какие-то вопросы будут, я отвечу в комментариях. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, купил установочные пластины, они не подходят. Видите, люфт какой, то есть эти уши должны быть шире. Никто не знал этого казуса. Поэтому я просто прикручиваюсь на саморезы по металлу. Почему по металлу, потому что там внутри металлический профиль проходит. Чтобы его просверлить, нужен саморез по металлу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Еще хотел обратить внимание, что хорошо установленное окно должно вести себя так. Так, я вот открываю откид, вернее поворот, и рама просто вот так вот отъезжает сама под действием резиночек упругости на 10, 15, 12 сантиметров. Вот примерно так. Если рама не открывается, вот в таком положении остается, либо вот так вот распахивается, это говорит о том, что окно стоит криво. То есть либо оно завалено в помещении, тогда рама будет вот так вот открываться, либо оно завалено на улицу. Тогда рама не откроется, а будет вот так вот прижата. Когда хорошо все стоит, она просто сама отпрыгивает при открытии окна под упругостью этих резиночек уплотнительных. Ну вот как-то так. Друзья мои, окна вставили. На щельники пока не накручивали, решили отложить, пока светло. Сделаем вентиляционное отверстие с той стороны, с этой стороны, втащим туда трубу, все это дело запеним, чтобы нам одним этим баллоном, одной насадкой все запенить сразу и окна, и вот это вот пространство около вентиляционной трубы. насадил на свою дрель, точнее перфоратор, вот такую короночку диаметром 125 миллиметров, как раз под вентиляционную трубу. И этой короночкой сейчас постараюсь пронзить в нужном мне месте лист ОСП. Поехали. Чтобы не промахнуться, делаю это изнутри помещения, а не снаружи, и будем сверлить. КОНЕЦ Друзья, разметил вот такую рамочку из ОСП Для того, чтобы сюда вставить вентилятор Почему? Потому что у нас там отверстие Оно почти соответствует границам Вот этим вот границам То есть мне не за что будет прицепиться Рамочку вентилятора не за что будет Поэтому я делаю такую накладочку Чуть шире, с запасом Она будет прикручена к стене И уже к этой накладочке я прикручу свой вентилятор То есть чтобы он там чувствовал себя как дома Вот так он будет стоять у меня Вот как-то так Сейчас ножовочкой Прикручиваем к стене и едем дальше Хотел было обратный клапан вставить Между уголком и трубой Ну, отнюдь Диаметр идентичен То есть нам придется что сделать Надрезать трубу А точнее Где-то ее разрезать И только туда, вот в это сочленение между двух труб Вставить обратный клапан Чтобы у нас холодный воздух не задувал в помещении А имел ток только в ту сторону, на вытяжку Вот для этого, собственно, и нужен нам обратный клапан То есть он будет стоять вот так И работает только на выдув Холодный воздух сюда он пускать не будет Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 вот этим длинным шуруповертом почему я еще запал на эту модельку что видите можно база насколько у него короче в какие-то труднодоступные места очень легко подлазить плюс у него фонарик расположен вот здесь светодиодик и он светит конкретно на зону где тут крутишь там и светит чего не скажешь про интерскол который своим патроном как раз вот закрывает именно зону там где находится шуруповерт если кому интересно ссылочку я на этот шуруповерт оставлю в описании под видео смотрите я купил в магазине все инструменты ру по акции он шел 6 599 ну в общем 6 600 получился с чемоданчиком два аккумулятора шло в комплекте и зарядка ну там инструкции все дела вот эти крепеж для бит еще здесь с другой стороны можно прикрутить железный крючочек для крепежа на пояс но я его не стал мне как бы это без нужды в общем вот такая вот игрушка забавная я очень доволен почему метаба потому что я однажды покупал болгарку себе большую на 230 диск и продавец из 220 вольт мне сказал я бы вам посоветовал я хотел взять макиту он мне говорит лучше берите метаба я говорю а почему он говорит у меня знакомые есть которые пилят по моему танки списанные какие-то где-то пилят танки болгаркой и они говорят макита конечно хороша но метаба живет примерно на 2 месяца дольше в общем болгарка в результате у меня метаба большая ну и в общем шуруповерт я тоже решил взять этой фирмы не знаю время покажет как бы но пока я доволен на сайте метаба зарегистрировался продлил у меня теперь три года гарантии на него что весьма неплохо то есть как на шурик на сам так и на аккумулятор три года мне кажется весьма неплохо ну в общем ссылочка в описании думайте сами решайте сами я пошел ну что ребята вот вставили окна все по красоте сделали нащельники пены нигде не видно отливы есть останется только закрыть вот эти деревянные части наружными откосами чтобы влага у нас прямая не летела ну и возможно в дальнейшем отделаем дом чем-нибудь более влагостойким нежели осп покрытое пускай хороший дорогой но краской вот помимо всего прочего сделан вывод вентиляции то есть участвует обратный клапан торчит еще сюда будет насажена трубочка чтобы пары у нас вылетали за пределы свеса туда может быть уголок вниз естественно мы это утеплим потому что я чую что мне в комментариях напишут иначе у тебя будет все замерзать до трубочку мы это утеплим пенкой какой-нибудь замотаем чтобы у нас водичка капала сосульки можно отломить в принципе главное чтоб канал не забивался и не как-то вот так пока то есть крышу дырявить туда выводить вентиляционные трубы я не хочу потому что по ним будет вода сочиться вниз прямо идти вот такое боковое выведение это у нас уже отработано со старого птичника примерно так и будем делать внутри останется вставить подоконники подшить на потолке рейки усилители чтобы у нас осп под воздействием влаги не провисала 5 реек таких мы уже нарезали они у нас лежат внутри помещения подошьем покрасим их красивенько то есть будет такой и декор и функционал то есть в дальнейшем к ним можно будет крепить там какие-то светильники через эти крючочки фиксаторы либо кормушки для птицы свешивать обогреватели инфракрасные все что угодно то есть это будет и красиво и функционально в общем осталось нам всего ничего вставить утепленную дверь и это здание практически превратится в жилое можно будет уже топить там печь создавать свой микроклимат свою атмосферу и в принципе заниматься отделкой электрикой всеми вот этими делами в тепле уже со светом по красоте в общем как то так следите за новостями но я с вами прощаюсь всем пока до новых встреч а Субтитры создавал DimaTorzok